Здравствуйте, меня зовут Владимир Мамаев, как вас зовут? Меня зовут Олег Казимирович Сарнацкий, я живу в городе Пензе, я, значит, одинокопроживающий инвалид первой группы. Вот, я колясочек, вот я сейчас прокачусь. Вот. Я думаю, понятно, да, что я колясочек. То есть, вы хотите через меня донести до кого-то какую-то информацию? И до граждан, в общем, придать огласки, и до кого-то, если это возможность есть такая, допустим, направить, я не знаю, президенту, Мишустину. У нас ведь куча существует разных программ. Так, у нас проводится куча разных якобы мероприятий. Ну, по крайней мере, так говорит этот телевизор, да, что социальные проекты будут выполняться, что на социальные проекты будут постоянно выделяться деньги. Вот. Ну, в частности, вот такая программа, как «Доступная среда». Я 12 лет не был на улице. Вот как ухудшилось моё состояние здоровья. У меня второй всего-навсего этаж. В нашем балконе нет даже балконов. Нет, в нашем доме нет балконов. Я волнуюсь, извиняюсь. Вот дом старинной постройки 70-х годов. Нет балконов даже. Мои окна выходят на южную сторону. Круглый год жара. Зимой топит, жарко. Ну, в этом году не так жарко. Вот. Летом солнце. И никакого свежего воздуха. Окна открываешь, значит, обязательно можешь простыть. Такое заболевание, что переохлаждаться и перегреваться нам крайне опасно. Вот при моём заболевании. Я уже вот за то время, пока не выхожу на улицу, так сменилось. В порядке 10 мэров города Пензы. Три прокурора. Пять, значит, этих полицейских. Так, из них двое по уголовным мотивам. Сменилось три губернатора. И все они, все они были в курсе. И вот теперешние все в курсе. И вот буквально недавно, я долгое время, значит, требовал, чтобы меня принял кто-нибудь из губернаторов. И вот недавно мне, значит, присылают перед Новым годом, приходите на приём. Но не губернатор будет принимать, а заместитель председателя правительства Пензенской области. Он же одновременно начальник здравоохранения и он же курирующий здравоохранение. У меня вопросов было много. Вот по обеспечению лекарствами, по обеспечению средствами реабилитации, значит, техническими средствами. Потом я много лет требовал, чтобы мне была создана комиссия на предмет того, чтобы обследовать мои жилищные условия. Соответствуют ли они нормам проживания инвалида-колясника? Ой, вот это всё рассказывать очень, как говорится, долго. И многие могут не понять, сколько я настрадался за это время, доказывая, например, такую вот маленькую вещь, что вот существовала перегородка между, значит, санузлом и кухней. Вот комната, между ними перегородка, она не являлась капитальной стеной, и вот это мне приходилось доказывать несколько лет. Ну, потом всё-таки комиссия была создана, значит, пришли к мнению, что условия не соответствуют для проживания инвалида-колясника, и в июне 22-го года приступили, значит, к тому, чтобы выполнить капитальную перестройку квартиры под условия инвалид-колясника. Меня вывезли в деревню, я сам согласился с родственниками, они ещё старше меня, в общем-то уже старые люди, нездоровые. Вот они согласились на месяц меня взять, поскольку мне обещали за 20 дней всё это сделать. А протянул в 3 месяца, когда меня привезли, привезли в кучу хлама. Вот здесь строительный материал кое-какой остался, строительный мусор, и весь мой скарб сюда скинули. Вот. И мне на коляске, ну, никак. Я несколько дней вообще лежал на кровати, значит, поскольку даже до туалета никак пробраться нельзя. Ну, потом ко мне начали приходить люди, потихонечку там разобрали часть хлама, чтобы я проезжал хотя бы немножко в туалет. И здесь я начал обращать внимание, что под условия инвалид-это не выполнен ремонт. Абсолютно он не приспособлен под условия инвалид-колясочника. То есть я получил, ну, вот, новые обои, и вот этим они гордятся, и вот этим они хвалятся, и везде, значит, ты, ты что-то мне постоянно говорят, да ты в пятизвездочном отеле живешь, что тебе еще надо, в общем, это. Я говорю, да мне не вот эти красивые обои надо было, а удобство, чтобы мне было удобно подъехать, вот пока кое-как могу открыть кран, открыть кран, чуть-чуть умыть лицо, так, ну, вот, потому что жарко. А я этого не могу делать. Ну, и таким образом, считай, вот, с мая прошлого 22-го года, вот, по сегодняшний день, меня два раза кое-как так, это, помогли выкупаться. Сначала они ванну поставили таким образом, что она, я на нее однажды облокотился, когда присаживался на унитаз, и она перевернулась, чуть ли не на меня, и я там вместе не упал. Кое-как я тогда встал, один, я один же дом поставил. Вот. Они долгое время меня истязали, то, что там тебе что не нравится, там такое у тебя, а у меня была чугунная ванна, которую я просил оставить, никуда не девать ее. Они ее украли у меня, потом еще кое-что украли. И во время ремонта был нанесен мне ущерб, ну, как вот физически, морально, это раз, да, ну, кроме этого, значит, часть мебели они должны были все вывезти, да, а часть не вывезли. И, значит, вот то, что осталось, кухонный гарнитур, там, холодильник, машинка стиральная, столы вот на кухне, да, СВЧ, плита, газовая плита и газовая колонка. И вот мне пришлось выкинуть в итоге кухонный гарнитур и газовую плиту. Они, конечно, были не новые, ну, на них они что делали? Они мебель кухонной использовали под стеллажи. То есть вставали и там штукатурили, малярили, еще что-то делать. То есть должны были с собой стеллажи-то приносить, а они нет, вот использовали. А стенку вот мебельную, которую вывозили, ну, все пошарпали, отколотили, ободрали, в общем, там на дверках петли пропали, дверь, три петли было, значит, отсутствовало, сломали. Вот у меня там одна дверка так и не закрывается. Вернее, мы ее не открывали просто, чтобы не упало. И вот это все я, значит, описал в своем заявлении в полицию в сентябре 22-го года. И мне приходят отказные. Сначала они мне писали, знаете, какие отказные? В связи с тем, что я, значит, критикую власть, поэтому возбуждение уголовного дела отказать в связи с отсутствием событий преступления и состава преступления. Вот такие были отказные. Потом я, как бы, делал ролики и это, отправлял в прокуратуру. Они немножко формулировку начали менять, добавляя там кое-какие свежие моменты. На которые я им указывал, вот. Но, тем не менее, значит, я с прокурором, вот, например, начальником управления Самохиным, общаясь по телефону, мне сразу сказал в сентябре, говорит, Олег Семенович, мы соберем материал, направим в суд, значит, предъявим все рисковые требования, я буду вашим представителем. И постепенно начал сливаться. А мне приходилось контактировать с его подчиненными, которые мне там говорят, например, вот смотрите, вот желези мне сломали, да, они вот как у меня были в одном положении, так вот уже третий год, ну, два года уже скоро, так они вот в этом положении и стоят. Так? Карнизы сломали, они говорят, ну, давайте вот вместо них вот вам сделают вот это. Как это? На базаре стали со мной торговаться подчиненные, значит, вот этого Самохина. Я ему жаловался, говорю, что это за дела-то такие? Чего они так себя ведут? Чего они там мне предлагают сделать вот это вместо вот этого? Тогда как они должны сделать мне все и, значит, это, в соответствии с теми условиями, в которых вот я нахожу, ну, колясочек имеется в виду. Вот. Я потом, значит, начал писать, сначала здесь все, переписку вел в Пензе, а потом мне подсказали люди Бострыкину, я написал, и вот в апреле 23-го года возбуждено дело, ну, я думал, там будут рассматривать и момент нанесения ущерба путем это кражи и порчи имущества, да, ущерб нанесен. Вот. Они только возбудили дело по, значит, некачественным, некачественно выполненным работам. Я говорю, а как же, а куда же вот это деньги? Ну, это уголовщина, это, а, и начали мне потом отказники присылать, где рекомендуют обращаться в суд. Я говорю, а на кого я буду в суд обращаться, если, значит, лицо не установлено, здесь, хоть она как бы одна подряд на организации была, но работы выполняли, например, в сантехнике одни люди, так, электрики другие, там, потолки третьи, что-то четвертое, то есть, разные люди постоянно были. Я говорю, вы должны были выяснить, кто это похитил, например, да, и кто это испортил, мебель. Это же разные все люди, на кого я пойду в гражданско-правовых отношениях обращаться в суд, что это за дела такие. Установите лицо или, говорю, на вас надо обращаться, так как вы, допустим, прокуратура мне присылала письмо, что она взяла на контроль мой вопрос ремонта, это еще в ма, это, ой, как бы, в марте, наверное, 22-го года, они взяли на контроль, по-моему, если я не ошибаюсь, есть такое письмо и не одно даже. Ну, его так контролировали, вот никто здесь не был за время ремонта от прокуратуры, насчет заказчиков, не знаю, кто, но я им тоже постоянно звонил, говорю, обратите внимание, чтобы я проезжал в эти проемы дверные. Ну, и меня перед фактом ставят буквально числа 30-го августа мастер говорит, Олег Зимирович, а вы, наверное, здесь вот в проем, который ведет в сторону входной двери, не проедете. Я говорю, а почему? Я говорю, ну, я вот тебя просил в течение всех трех месяцев, обращая на это особое внимание. Ну, говорит, ты представь себе, вот случится чего-то, не дай бог, в квартире, да, там, задымление или прорвало горячую воду. Я, как инвалид, я даже выскочить на площадку не смогу, не говоря уже о том, что это, на улицу куда-то убежать. А это я бы мог, например, на площадку выскочить хотя бы. Ну, вот так получилось, что дело-то возбудить, возбудили, они его мусорят, и уже четко дают понять мне, что это дело тоже они прикрыть хотят. Я вас попрошу сначала отвечать коротко на те вопросы, которые я задаю, коротко. Просто ответить на вопросы, не рассказывая все остальное. Потом расскажете. Мне нужно, чтобы вы мне ответили коротко на поставленные вопросы. Вы справитесь с этой задачей? Хорошо. Постараюсь. Вы говорите, что возбуждено какое-то дело. Можете уточнить, какое дело? Уголовное, гражданское? Если уголовное, то по какой статье? Если гражданское, то какое требование? Кто, кому и чего? Уточните вот этот вопрос. Следственный комиссет в апреле 23-го года возбудил уголовное дело по халатному, значит, недоброкачественному ремонту. Сейчас вот у меня нет под рукой этих вот документов. Но дело уголовное. Мне это ничего не говорит, дело уголовное. У меня вопрос простой. По какой статье Уголовного кодекса возбуждено дело? Номер статьи. Я вот не могу сейчас, это, не готов. Я, если бы мы заранее вот это хотя бы обговорили. Вы говорите, что проводились какие-то ремонтные работы. Какой-то договор лично с вами заключался? Нет. Я, между прочим, наставил на том, чтобы заключили со мной договор. Название подрядной организации известно, которая проводила работы? ООО РСК. Я ее называю Рога с копытами. Подрядная организация. Какие-то документы вы подписывали, акты выполненных работ и тому подобное. Что-нибудь подписывали? Я в самом начале им сказал, говорю, если вы что-то неправильно сделаете, акт приемки выполненных работ подписывать не буду. Они мне ответили так. Тебе здесь ничего не надо подписывать, мы между собой заказчик и подрядчик все подписываем. А теперь с меня как раз требуют подписать акт выполненных работ. Не подписывал. Вот, можно было ответить гораздо проще. Не подписывал. Кто, что вам, что говорил, мне это не интересно. И это недоказуемо. У вас есть кто-нибудь, кто может вам помогать? Я имею ввиду родственники, знакомые, которые могут в ваших интересах обращаться в суд, в инстанции и так далее? Нет. То есть вы самостоятельно пишете все вот эти жалобы, заявления, находясь в квартире, правильно? Да. Но я писать не могу, я больше видеообращений делаю. А вот в прокуратуру обращались с таким вопросом, что в связи с тем, что вы не можете себя самостоятельно защищать и у вас нет людей, которые могут вам обеспечить эту защиту, чтобы функцию защиты на себя взяла прокуратура. В частности, подача исковых заявлений и так далее. Был такой вопрос? Обсуждался? Я об этом говорил в устной форме начальника управления Самохин, Олег Вячеславович, кажется, его зовут. Это в устной форме делал обращение. Олег, давайте я сразу скажу, что все, что говорится в устной форме не имеет никакого отношения и будем считать изначально все, что говорилось устно, все это не имеет никакого значения. Либо у вас есть хотя бы какие-то доказательства того, что вот эта беседа была аудио-видео фиксация, что-нибудь есть? Есть такие. Вот у меня потом меня научили я стал фиксировать все наши разговоры по телефону с начальником управления областной прокуратуры Самохиным. Это все у меня зафиксировано. Хорошо, следующий вопрос. Вы сказали, что вам отказывали в определенных вопросах в связи с тем, что якобы вы там что-то против власти. Это прям так было официально написано в ответах? Да, я подыщу эти отказные. Это начиналось они начали писать с сентября прошлого года 22-го. Давайте я еще раз еще раз сформулирую вопрос и мне нужно четкий ответ. То есть прокуратура там работник какой-то конкретный за своей подписью отказывает вам в чем-то и прям так и пишет, что вам отказываются в связи с тем, что вы против власти. Так я понимаю? Либо вы так воспринимаете эту ситуацию? Я воспринимаю именно так, потому что в фабуле написано, что я критикую, а дальше следом идет отказать возбуждению уголовного дела. Смотрите, вопрос как вы воспринимаете окружающий мир и то, что происходит в мире, это не одно и то же. У вас есть этот документ, где было бы написано, чтобы допустим я посмотрел и точно так же начал воспринимать черное на белом, чтобы там было написано, что вам отказать в связи с тем, что вы не согласны с властью. ну как вот здесь ответить все должны я это понял так. Ну вот сейчас, если, скажем так, посмотреть на то, что вы поняли со стороны, вы можете утверждать все-таки, что вам отказ связан именно с этим, либо там двоякая ситуация, что нельзя четко сказать, что вам отказали именно за то, что вы там по какой-то причине не угоден. Нет, ну тогда именно так это звучало, вот 22-й год. Еще раз говорю, мне не интересует, что звучало, мне интересует официальный ответ. Я вам поясню, почему я задаю такой вопрос, потому что это преступление. Вот мне, если честно, не верится, что вам дали такой ответ, потому что этот человек, который так написал и подписался под это, ему светит статья. Поэтому, когда вы так говорите о том, что у нас оказывается, не оказывают услуги там, то есть дискриминация по политическим убеждениям, там еще каким-то вещам, по взглядам и тому подобное, это преступление, есть уголовная статья. Так все-таки поясните, это ваше восприятие, либо на самом деле там так написано. Если там написано, вы можете мне сбросить этот ответ? Мне сейчас его надо найти, но это займет очень немало времени, потому что я не в данную секунду, я не в данную секунду, поэтому я и заранее уточняю, есть ли смысл вам направлять этот документ, может быть, на самом деле вы немножечко приукрасили ситуацию и отказ там связан немножечко с другим. То, что там неграмотно кто-то чего-то там написал, понимаете, у нас многие пишут, что допустим поругались на тему конфликта там по поводу СВО, там, либо еще там что-то не поделили, понимаете, то есть некоторые чиновники там либо правоохранительные органы вставляют на самом деле не очень грамотные слова в свои письма. Может быть, там именно в этом суть заключается, а отказ был с чем-то с другим связанный? Владимир, а можно сделать так? Я, допустим, фотографировать смогу ответы или эти ответы и прислать по WhatsApp, чтобы прочитать, если будет возможно вторично встретиться, потому что вот на мой взгляд я тогда уже понимал, что человек, написавший вот эту ахинею, совершает как минимум должностное преступление. Я это понимал. Но это называется дискриминация. Это дискриминация называется, понимаете? У нас люди по конституции, по другому законодательству равны между собой независимости от своих политических взглядов. Если вы не совершаете каких-то преступлений, не совершаете каких-то незаконных действий, то неважно о чем вы думаете, поддерживаете вы власть, не поддерживаете, критикуйте, не критикуйте, это не имеет никакого значения для того, чтобы получать вам определенные льготы, права и тому подобное. Я это понимаю, я это прекрасно понимаю, и здесь же я также понял, что идет какая-то дискриминация по отношению ко мне, по политическим каким-то мотивам получается. Значит, я никого не имею права критиковать, а я и не критиковал, я просто рассказывал ту правду, в которой я нахожусь на самом деле. Не, у нас сейчас правду, когда рассказывает человек, это уже воспринимается как неугодной власти, потому что власть наша боится, когда показывают, как они реально работают. У меня такой вопрос, у вас ютуб-канал вы сказали, много подписчиков? Да нет, немного, там что-то 3000 с чем-то на одном вот есть, которые действуют сейчас с канала. У меня просто в принципе это состояние здоровья, я не так часто там бываю, 3000 там с чем-то подписчиков, а на одном недавно летом вот я начал там человек 500 с чем-то подписчиков. Ну 3000 это достаточно ну нормально, уже немало. Да, мне бы хотелось, чтобы люди иногда как-то поддержали вот духом хотя бы меня, потому что очень сложно доказывать начальствующим, да, что ты не дурак. Вот, вот очень сложно. Они вот приходят и надо мной издеваются. Вот со следственным комитетом они уже раз 150 у меня были за эти полтора года. И вот требуют с меня подпишись, все, потом начала прокуратуру мне присылать ты подписал акт, у меня такие тоже документы есть от них, но документом назвать нельзя, бумажка какая-то без подписи, без печати, без всего. Ты якобы подписал акт, что ты еще требуешь? Я говорю, какой акт? Принесите мне, покажите мою подпись. Я вообще лет 15 не умел расписываться, и вот сейчас, когда они стали ко мне ходить, я решил на протоколах, например, осмотр места происшествия, решил ставить какие-то закоряки, так? Думаю, потренировать руку заодно будет возможность. Вот. Я говорю, принесите мне, покажите, что это себя представляет. Я не подписывал никакого акта. я могу себе подписать какой-то приговор, заведомо понимая, что я буду мучиться, значит, страдать еще больше. Ну вот, если вот так логично подумать, правильно? Зачем я буду подписывать тогда, когда в самом начале, я им сказал, вот придет время, когда вы выполните работу, я вам акт подписывать не буду, если что-то не так. Не потому, что я негодяй такой, а просто, но они не выполнили так, как должно быть. Вот дверные проемы должны быть не менее 90 сантиметров шириной, а не 79. Тот проем, который в сторону входной двери ведет, вообще там 74, по-моему. То есть, я уже, значит, подбивал все косяки колясками, и сейчас перестал уже заезжать в дверные проемы на коляске, мучаюсь, мучаюсь, страдаю, понимаете, падаю, а им они приходят и ржут надо мной все эти негодяи. Вот эти товарищи, они просто пользуются вашей, скажем так, беспомощностью тем, что вы не можете себя защищать. И, в принципе, вас никто защищать не будет. Даже вот обязанность прокуратуре, законодательством предусмотрено, что в таких случаях прокуратура должна самостоятельно обращаться с исковыми заявлениями и так далее. Ну, судя по всему, они этим не занимаются, не планируют этим заниматься. Поэтому я вижу единственный правильный вариант это огласка вот этого вот беспредела. Но для этого нужно с вашей стороны в любом случае, чтобы это производилась фиксация, то есть, ну, снимать видеоролики и делать грамотные действия. А именно, то есть, вам нужно подавать исковые заявления в суд. и чтобы суд проходил выездной так называемый, понимаете, чтобы судья приезжал к вам в квартиру и так далее, рассматривал дело. Ну, либо вас обеспечили возможность, чтобы вы в суд приезжали. Я думаю, что здесь коррупция так велика в Пензии, что я и в суд-то подать не смогу заявление. Почему? Ну, были претенденты, когда люди там с 20-го или 30-го раза только подавали в суд, принимали к исполнению бумажку. Ну, и здесь же на другой день значит, не в их пользу решения выносили. Здесь все коррумпировано насквозь в этой Пензии, поэтому я хотел выйти вот туда на уровень Мишустина, Путина, вот этого Краснова, Бастрыкина. Вот Бастрыкин им дал указание, они возбудили дело. И я однажды значит, написал на страничке, у меня сейчас в контактах страничка Следственного комитета есть, и страничка прокуратуры. Я написал, говорю, что-то ничего не делается на протяжении полгода, так они ко мне прилетели табуном целом с этого со Следственного комитета. И, Олег Семенович, ты больше так не делай, ты, если что, вот нам, вот наши, они сотовые телефоны сразу дали, а то до них не дозвонишься, до них ни до кого не дозвонишься здесь, все телефоны постоянно заняты или не отвечают, сразу прибежать, ты нам, если что, звони. Ну, я пытался несколько раз звонить, ну и что, они мне лапшу на уши вешают, я-то не совсем до такой степени темный человек, чтобы не понимать того, что они меня обманывают, я это понимаю. Ну, вы правильно сказали, вот я в одиночку справиться вот с этой шайкой, бандитской группировкой из числа прокурорских, полицаев, значит, Следственного комитета, власть придержащих администрации города и области, я не в состоянии с ними один бороться, это правильно, и вот тот момент, то, что придавать огласки, единственное, что у меня остается, вот когда состояние здоровья позволяет, я сажусь, и там на несколько минут, как могу, что вспомню, расскажу, вот. Ну, смотрите, я на данный момент вам могу предложить свою помощь в плане обнародования вашей ситуации, ну, там, смонтировать, тому подобное, чтобы донести до людей красиво, чтобы это было понятно и доходчиво. У меня, как бы, не так много подписчиков, но постепенно их будет все больше и больше. Вопрос в том, чтобы вы все-таки не относились к своей защите по принципу, что, ой, там у кого-то не помогло, и, соответственно, я не буду этого делать. Это неправильный подход. Я вам поясню, в чем суть. В этом-то и расчет, чтобы человек ничего не делал, понимаете. Как только вы начнете что-то делать, и самое главное, показывать то, что, там, судья, допустим, не принимает исковое заявление, там, выносит незаконные решения, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, вот я образно говорю следующим способом. Условно говоря, есть вентилятор, да, и нужно брать вот это говно, которое вокруг вас, то есть, вот это вот, то, что творится у нас в стране, вот этот беспредел, и набрасывать на вентилятор, на работающий, понимаете, чтобы вот это все разбрызгивалось и попадало на всех, понимаете. Ваша задача даже не столько выиграть суд, а сделать резонанс этому, привлечь внимание, скандал, эпатаж, как угодно можно это называть, хайп и тому подобное. Задача в том, чтобы придать огласку, потому что даже если у вас будет юрист, вы будете подавать суды, вы будете их проигрывать и так далее, вы, ну, у вас ни денег не хватит, ни здоровья, ничего. Вы должны сделать ставку именно на то, что у вас есть единственный инструмент в наше время. Это не законы, которые не выполняются, на которых наплевать всем. Судьям наплевать, прокуратуре наплевать, ментам наплевать, следственному комитету всем наплевать, потому что у нас законы придумываются для слабых, для нас, для быдла, понимаете, для скотонаселения. Те, кто законы придумывает, он же их и не выполняет в первую очередь. Поэтому ваша задача и ваша ставка на огласку этого. Да, это им не понравится, но здесь уже зависит именно от вас. Будете вы идти до конца, либо нет, потому что, когда вы говорите, к вам прибежали, там телефончики дали, тому подобное, они как раз, чтобы вы не делали этого. я, Владимир, я это как раз и понимаю, и я это знаю как бы уже много лет. И тогда, когда появилась у меня вот эта возможность, меня научили пользоваться ноутбуком, я в первую очередь попросил людей сделать мне вот эту программу, с помощью которой я выхожу в эфир, и я не только о себе рассказываю, ну, кстати, реже даже о себе. Я помогаю здесь, как могу другим людям, по нашей области, не только по нашей области, освещать те или иные проблемы. И больше того, скажу, многие мои ролики в самом начале, лет пять назад, значит, отслеживались, и по ним принимали решение. Были уволены большие чиновники здесь, в Пензе. Благодаря тому, что скрывались определенно рода факты, говорящие, значит, это, ну, они добросовестны из тех или иных чиновников. Я это понимаю, и назад хода у меня уже нет, как говорится, так? Я по-любому буду, их не то, что позорить. Они сами себя позорят, вот поступая со мной, с такими, как я, они сами себя позорят, позорники. И поэтому, я предполагаю, они создали какие-то там законы, типа, не надо позорить их, а их власть, страну. Но я страну никогда не позорил, я ее люблю, я пупка своего не жалею, трудился до того, как стать инвалидом. У меня почти без малого 30 лет стажа из 2000-го года я являюсь инвалидом. Они даже об этом не знали на протяжении 20 лет, что я, вот когда я начал, вот это вот, с ними, значит, так сказать, переписку, такую, видео, что мне требуют помощи, они говорят, да что ты у нас инвалид? Я говорю, да инвалид, первой группы. Вот как было. Здесь до такой степени махровые бандиты во власти себя, их надо здесь, вот, там пофамильно, Тейпы, Кланы, понимаете, вот брать фамилию конкретных бандитов и прям вон туда, на славки, без суда и следствия. Я не выхожу 12 лет из квартиры и лежу на кровати и передо мной окна соседних домов. И вот я на протяжении 12 лет замечаю, как все меньше и меньше загорается света в окнах. А потом я как-то начал присматриваться, а на окнах написано продаю, продаю, продаю. То есть люди умирают, квартиры продаются, а покупать их некому. Покупная способность ноль. И у нас смертность превышает рождаемость в два раза на протяжении уже последних 20 лет. Об этом все знают. Об этом, значит, я неоднократно делал ролики на своих каналах, да? И вот в это же самое время вот этого начальника здравоохранения, у которого я был вот только на приеме, он одновременно зампредседателя правительства, министр здравоохранения и курьирующий здравоохранения. И мне 21-го, я у него на приеме был, 22-го присылает бумажку, что он отослал мой вопрос министру соцзащиты, который там же был, министру здравоохранения, то есть себе, и типа, ждите ответы. И с 22-го декабря больше никаких ответов. А вопрос касался, что называется, жизни и смерти. Я не получаю должного медицинского обслуживания, я ему сказал, на протяжении многих лет требую кардиолога к себе, никаких кардиологов. И здесь, вот я думаю, тоже идет нарушение чистой воды сроков. Как это так? Они что, решили через месяц, а может быть, через два ответственность? И вот этот начальник здравоохранения, его фамилия Космачев, а был до него, его посадили. Родственник его, значит, Трючков. Так? Так вот этого Космачева совсем недавно, с год, около года назад, или полгода, может, назад, орденом наградили за заслуги перед Отечеством. Я сделал ролик. Это за то, что народ мрет в два раза больше, чем рождается. За то, что, значит, инвалидов не могут обеспечить ничем необходимым, вот то, что им необходимо. Это то, что Мишустин говорит, за последние три года выделено больше трех триллионов только на поликлиники и больницы, помимо бюджетных денег. А спрашивается, где деньги? А люди туда к нему приходят, вот я послал одного инвалида, я говорю, сходи, путевку, говорю, может быть, тебе дадут, ты молодой. Вот. А ему говорят, денег нет, все деньги на СВО. Вот этот, Космачев, отвечает. На войну все деньги отсылают. Как это так? А кто же врет, Мишустин с Путиным врут? Или Космачев? Те говорят, что деньги на войну это отдельная статья расходов и все социальные проекты будут выполнены. А этот говорит, никаких себе путевок, все деньги на войну. У меня тоже на отсчет есть ролик. Нужно вот эту тему развивать и привлекать людей, которые будут с вами общаться, обсуждать какие-то темы, поддерживать и так далее. Ну, потому что иначе никак. Вот ваша задача именно в этом. Соответственно, появятся люди, которые вам помогут исковое заявление подготовить и так далее. Но я говорю, ваша основная ставка именно на резонансе, именно на вот этом, пускай это некрасивое слово, хайп и тому подобное, но это факт. Именно это работает. Именно этого еще пока что боятся наши чиновники. Больше они не боятся ничего абсолютно. Я четко понимаю, что мне надо как можно больше подписчиков организовать на своем канале и чтобы они делились информацией кто куда может. Вот. И чтобы знали про тех или иных чиновников, которые вот вредят по существу народу. Понимаешь, они вот буквально вот три В вредят, воруют, врут. Вот. Чиновник чем занимается. и вообще чиновниками мне их вот как-то не хочется называть. Это бандиты, натуральные бандиты. Все выходки. Я вот населению у себя в Пензе делаю ролики, говорю, а вот почему власть боится? Она у вас что, ассоциируется с бандитами? Получается так? Как это так можно власть бояться? Они же должны помогать вроде бы как по всем понятиям. А вы боитесь? А получается, что они боятся их больше, чем бандитов? Я вот если бы можно было бы, например, зрители его канала, если бы могли там как-то оказывали какое-то содействие, ну хотя бы писали мне комментарии какие-то, может быть, подсказки какие-то писали бы в комментариях. Это тоже полезно. Вы есть такой человек, у вас есть такая-то проблема, и вы ее решаете, и показываете людям, как вы ее решаете, понимаете? И вот эти товарищи, которые будут также смотреть ваши видеоролики, в первую очередь, я вам открою секрет, будут они смотреть ваши ролики, для того, чтобы не иметь этот позор на всю страну, потому что аудитория вашего канала будет постепенно увеличиваться и так далее, им проще будет решить вашу проблему. можно сдвинуть с места какой-то наболевший вопрос. Вот я три года или около трех лет побился за то, чтобы они мне переделали квартиру, но единственное, что они просто ее сделали не так. Дело в том, что у меня даже к подрядчику не столько претензий, а сколько вот к прокуратуре и к заказчику. Ведь тогда, когда они приходили в состав комиссии, входили в следственном комитете, прокуратура, и все там три человек был. Мы обговаривали эти вопросы в устной форме, потом они говорят, мы подготовим документы, придем к вам со строительной сметой. Кстати, я ее в глаза не видел, проектно-сметную документацию. О чем мне тоже говорят, что они меня с ней знакомили. Я говорю, я не видел, не врите. И что я хотел сказать? Ну и я хотел сказать тем самым, что подрядчик-то выполнил то, что ему нарисовали, в начале мне нарисовали совсем другой проект. Это я его первоначально, я говорю, я хотел бы видеть квартиру свою вот так. И они ее, значит, начертили, пять разных чертежей мне прислали, давайте остановимся на этом. И все там было по замерам, значит, больше двенадцать вот эти проемы все, дверные. Я говорю, ну все, хорошо, вы точно все промерили квартиру. А как выяснилось, она квартира немножко другого размера. то есть они говорят, ну там понимаешь, она у вас другого, а мое какое дело? Меня интересуют проемы, чтобы были девяносто, чтобы я подъехать мог в санузле к ванной, к туалету, на кухню, чтобы я мог покушать. А получается вы мне сделали еще хуже, чем было, а хвалитесь, что вы прям не знаете, что мне сделали. А, кстати говоря, чтобы показать, вот сейчас я покажу, не знаю, будет видно, нет, вот там у меня на потолке видно, нет? Да, да, видно, что там какие-то штуки выдавлены. Да, вот, короче говоря, они мне сказали, вот тебе мы сделали подарок, подвесной потолок. А когда они мне об этом сказали, я говорю, обратите внимание, у меня раньше были обои, и кроме этого у меня к потолку было очень много что прикручено. Ну, я сам разрабатывал разного рода тренажеры моих ребят однополчанин, там еще других просил, они делали, прикручивали. Я с помощью них немножко себя тренировал. И вот сейчас за эти полтора-два года почти я, в общем, поплохело мне совсем, нет такой возможности. Вот. И привернуть это все назад нет возможности, так как они сделали подвесной потолок. А он стал вываливаться. То ли плиты крошатся, то ли швы между плит вываливаются. И они этого не хотят никто признавать. Ну, понятно, они решили по-дешевому. То есть, вместо того, чтобы привести потолок в нормальное состояние, то есть, там, выровнять, там, ошпакалевать, побелить и тому подобное, они просто самый дешевый способ, там, я не знаю, там, 300 рублей квадратный метр натянули это полотно и все на этом. То есть, это на самом деле самый дешевый способ. Я хоть уже 12 лет не выхожу на улицу, а в магазинах лет 20 не бывал с лишним, поскольку я уже давно себя плохо чувствую. Вот. Ну, я поинтересовался у людей, они говорят, это самый дешевый вариант, они тебе подарок сделали. Конечно, они наоборот сделали не подарок, а сделали гадость. Почему? Потому что, как вы говорите, что вы потолок использовали для того, чтобы можно было крепить всякие там несущие конструкции для того, чтобы там, как вы говорите, тренажер там придерживаться. То есть, приспособления различные. Да. И потом они сделали перегородки, обещали мне перегородки сделать из кирпича, как у них была перегородка, так. Они мне сделали из гипсолитовых плит, которые внутри пустотелы. Такой прям, эта дырка такая пустая. И вот теперь мне нельзя привернуть никуда поручни, которые мне крайне необходимы. Вот. Ну, кроме этого, вот у меня здесь линолем весь буграми прямо начинает в входной двери, в кухне, везде, везде, везде буграми линолем. Мы тебе его переделываем. Да что перестелись-то? Вы переделываете мне все полностью. сейчас я требую, чтобы они мне переделали полностью квартиру. Или второй вариант, если они говорят, это очень дорого. Хорошо, говорю, я сам понимаю, что это очень дорого. Демонтаж, монтаж, материал, работа, еще ряд непредвиденных обстоятельств. А стоимость, говорю, по себестоимости квартиры, которые сейчас ляпают, окажется дешевле, двушка. Может быть, говорю, вам лучше, заказчику городу Пенза, лучше, может быть, вам купить квартиру, нежели вот эту переделывать. Ну, так-то да. Так получится. Это актуально. Это, как сказать, правильно мое предложение. Я говорю, вам что сейчас? Вы, если бы у вас были деньги, если бы вы, значит, не говорили про то, что дорого, значит, взялись бы и сделали по новой. Значит, посмотрите, заказчик есть, значит, квартира, вот там, там 40-60 квадратных метров стоит там гораздо дешевле. Сдайте мне тогда другую квартиру в таком случае. И чтобы была возможность выходить на улицу. Ведь я же, когда обращался первоначально, два вопроса ставил. Говорю, я не выхожу на улицу, на тот период времени 8 лет было. Сейчас уже 4 года прошло. Вот. И не могу попасть в санузел и в кухню. И сижу голодный и не могу сходить до туалета недели, пока кто не придет. Так? И говорю, поэтому вот два вопроса вы сразу снимете с повестки дня. Допустим, другую квартиру по себестоимости. Не так, как они на рынок ее выставляют. Они же сейчас ломят цены-то, как в Москве. Когда я пришел на прием к этому Космачеву, вот который зампредседатель правительства, начальник здравоохранения и курирующий, вот этот три в одном который, Космачев три в одном, он мне говорит, а давайте мы вас в этот дом ветеранов отошлем, там же санаторий, там курорт, вы для него не представляете. А я знаю, я про этот санаторий, который они говорят в санаторий, делал ролики. Вот на начало пландемии там четыре сотни было значит это пациентов, да, а к концу так сказать пландемии через полтора года восемьдесят осталось. А потом я звонил, там рядом начали строить новый бокс большой на сто с чем-то мест. Одна комнатная, двух, трех, это трехместные палаты. Я поинтересовался буквально недели две назад. Говорю, что там из себя представляет новый этот бокс? А, там никак не найдут персонал, там никого нет и заведующая значит это главврач у них там она хочет туда чтобы более-менее адекватных привозили людей. Вот, и не те, которые нуждаются в помощи, как я. Я же сам себя не обслуживаю. Вот, а у них нет оказывается персонала. Ну, какой дурак пойдет на эти несчастные копейки за кем-то ходить. И вот они меня хотели обмануть и избавиться от этой проблемы. Давай мы тебя засунем. Я говорю, а как ты себе представляешь, если человек больше 60 лет гораздо прожил значит в домашних условиях и он пойдет в какой-то шалман. У меня тоже, я же приходил к нему на прием, я записывал этот разговор. Вот, и что ты себе представляешь, как это будет выглядеть. Я говорю, я буду думать насчет этого. Я говорю, вот до того, как вы начали мне делать ремонт, я сам просился туда. Но почему-то вы меня туда не отправили. Вот у меня окна, вот окна, да, вот кровать, и вон там специальная фанера стоит, чтобы закрыть, потому что окна были в течение трех месяцев открыты, резинки, они же три месяца здесь ремонтировали квартиру, да, резинки все засыпаны детям, как он, цементом, они, в общем, это, ну, эластичность потеряли. И дует, и страшный холод, и вот поставлена фанера, чтобы хоть как-то меня прикрывало от этого. Вот. А открыть окно, так как здесь постоянно жарко, меня, значит, сразу постываю. Вот. На улице я бы оделся как следует, меня бы одели, вывезли, естественно, я бы не простыл. Хорошо, Олег, давайте подведем итог сегодняшнего разговора. Через мой канал попытаемся какой-то поток людей к вам обеспечить, для того, чтобы, ну, была какая-то поддержка, чтобы вы могли точно так же, как сейчас мы с вами общаемся, общаться, и, соответственно, развивать канал, развивать вот эту вот публичность, для того, чтобы, как вы правильно сказали, на своем личном примере доказать, что вы можете защищать свои права, вы можете быть таким же человеком, как все остальные, то есть, нет никакой разницы, независимости от того, какие у вас взгляды, какие у вас там сложности со здоровьем и тому подобное. То есть, вы абсолютно такой же человек, и у вас точно такие же права, и вы это добьетесь, ну, вот таким способом. К сожалению, у нас даже люди, которые имеют крепкое здоровье, не могут добиться, но вот вы докажете другим людям, что можно добиваться, но для этого нужно как бы прилагать какие-то усилия. Какие усилия, я вам подсказал. То есть, путем публикации, путем обнародования, путем вот таким вот способом довести до других людей, до руководства, для вышестоящего руководства, до нашей власти довести информацию, что, как говорится, есть проблема, ее нужно решать, ее нельзя прятать. Потому что на данный момент все, что делают в отношении вас, пытаются все это спрятать. Давайте сделаем так, чтобы они этого не могли сделать. надо бороться за свои права. И не только можно, а нужно в первую очередь бороться за свои права. Во-первых, это и поколение, и последующее поколение. Вот дети там, внуки, они будут знать, что они наделены правами какими-то элементарными. А отстоять их порой невозможно по той простой причине, что ну какой-то дармоед занял место не по праву. Вот сидит вот в этом кресле, да? И вот они, знаете, мне как в последнее время говорят, ну это бюрок, бюрократия. Какая нахрен бюрократия? Вы не путайте понятия. Когда чистой воды коррупция, вы называете бюрократией. Какая же бюрократия? Вот из чего состоит коррупция-то? Составляющая коррупции-то вы знаете? Вот смотрите, вы здесь все родственники, это разве не коррупция? Вот он нос опустил этот, как его, космачок. Это же элемент коррупции, когда вот один другого назначает на какое-то местечко в своем же ведомстве. Или вот он, например, вот он, три в одном, зампредседатель правительства, начальник Министерства здравоохранения и курирует это здравоохранение. И при этом получает ордена за то, что, значит, у нас за время пландемии в больницах умерло больше шести тысяч граждан в больницах, стационарах. Только в стационарах больше шести тысяч. Вот это как? Вот за это ему орден дали? Тогда, когда в другой бы стране или даже в Советском Союзе давно бы уже пригвозили к стенке, расстреляли. Хорошо, Олег, давайте все-таки мы сейчас завершим наш стрим, потому что час, чтобы люди могли нормально это слушать, лучше сделать несколько стримов, чем как бы один большой и длинный. Я поблагодарить хочу тебя, Владимир, и твоих подписчиков хочу тоже поблагодарить за то, что они там принимают участие. Я обязательно подпишусь на канал, и сейчас попробую прислать. И извиняюсь за то, что вот эмоции плещут, потому что, ну понимаешь, дело в том, что я еще, слава Богу, что я не одичал и не бросаюсь на людей. Ведь представь себе, вот многие люди, когда закрыли на пандемию, на месяц, на два людей, они там вплоть до того, чтобы повеситься были готовы. И потом мне звонят и говорят, Олег Владимирович, как же ты там столько лет не выходишь белого света не видишь, людей не видишь и с ума не сошел. Вот я благодарю Богу, что я с ума не сошел, ни на кого не бросаюсь, вот, и более-менее адекватно себя веду. Ну, иногда матом ругаешь в адрес негодяев, бандитов в форменной одежде. Вот я их называю бандиты в форменной одежде, я их называю матом частенько, вот, ну, по-другому я никак уже на них не могу реагировать, натуральные бандиты. Спасибо, всего хорошего, всех благ.